Гривна обесценилась сильнее всех валют. Украина и Канада создают зону свободной торговли, а Швейцария будет выплачивать своим гражданам по 2,5 тысячи франков. Подробнее об этом в сегодняшнем обзоре прессы. Здравствуйте! Гривна обесценилась сильнее всех валют. Украинская гривна возглавила еженедельный перечень наиболее девальвировавших валют, потеряв порядка 2% и установив антирекорд этого года на уровне 25 гривен и 6,10 копеек за доллар, пишет нам Блумберг. Гривна может потерять и до 4,4%, что будет самым большим показателем девальвации из общего перечня валют, который отслеживает Блумберг, говорится в сообщении. Причинами падения курса, по мнению финансистов, является незначительное предложение валюты со стороны Нацбанка, который стремится сохранить объем резервов до момента получения очередного транша от МВФ. При этом МВФ пока отложил решение по третьему траншу, который Украина стремится получить с сентября 2015 года – времени, когда власти остановились в реализации налоговой реформы и в бюджетном процессе, отмечает Блумберг. Аналитики агентства подчеркивают, что в начале года Украина не получила достаточной экспортной выручки, чтобы удовлетворить валютный спрос. Вместе с тем они убеждены, что нынешняя девальвация может быть временной. Украина и Канада создают зону свободной торговли. Соглашение АЗСТ между Украиной и Канадой должно быть подписано и ратифицировано в этом году. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время совместного брифинга с министром иностранных дел Канады Стефаном Дианом. «В этом году мы приняли совместное решение, что такое соглашение должно быть окончательно подписано и передано национальным парламентам на ратификацию. Это соглашение открытия общих рынков», сообщил Яценюк. Как сообщалось, Украина также может создать ЗСТ со странами Западной Африки. Правительство Швейцарии в конце прошлой недели утвердило решение о референдуме по выплате безусловного основного дохода. Голосование назначено на 5 июня. Если граждане Швейцарской конфедерации согласятся с этой идеей, то Швейцария станет первой в мире страной, где все взрослые жители получают деньги на жизнь вне зависимости от того, работают они или нет. Хотя 2,5 тысячи франков в месяц – это для Швейцарии далеко не роскошная сумма. Средняя зарплата до вычета налогов там равна примерно 6,5 тысячи франков. С идеей о безусловном базовом доходе выступила инициативная группа интеллектуалов и общественных деятелей, которые считают, что эти деньги совсем не сделают швейцарцев бездельниками, а лишь дадут менее зажиточным жителям страны дополнительные возможности для развития. В своей аргументации они опираются в частности на результаты опроса, согласно которому в случае введения безусловного дохода лишь 2% швейцарцев точно бросят работу. Еще 8% респондентов готовы подумать о такой возможности. Восьмимиллионная Швейцария по оценке МВФ сейчас занимает второе место в мире по объему валового внутреннего продукта на душу населения. И на этом наш выпуск подходит к концу. Оставайтесь с Дукаскопи-ТВ у нашей команды для вас еще много интересного и эксклюзивного. До завтра!